Жизнь штука непредсказуемая, но как известно, на любой вопрос можно найти ответ. А безвыходных ситуаций не бывает. Здравствуйте, это программа «Жили-были». Сегодня расскажем. Борьба с некачественными и поддельными лекарствами выходит на новый уровень. С 1 января будущего года препараты будут продавать по-новому. А еще, если вы услышали, пройти диагностику или лечение можно в нашей клинике абсолютно бесплатно, насторожитесь. Бесплатно может обернуться большим, настоящим и неожиданным кредитом. Парфюмерия, одежда, обувь, табачная продукция уже давно подлежит обязательной маркировке. В этот список теперь попали и лекарства. Вопрос, зачем это нужно? В первую очередь уменьшить количество контрафакта, во вторую защитить права потребителей. Узнать настоящее, купленное вами лекарство или нет, поможет мобильное приложение «Честный знак». Приходите в аптеку, выбирайте лекарство и сканируйте его, чтобы узнать всю информацию. Копив препарат, мы его отсканировали, и что мы видим? Наименование, текущее состояние, производитель, срок годности, дату проверки, код маркировки полностью, серию, описание, что находится внутри упаковки, код статуса проверки и кто последний владелец. В данном случае государственное унитарное предприятие Ростовской области. Уникальный код «Дата Матрикс» с 1 января 2020 года появится на всех лекарственных препаратах в продаже. Система мониторинга движения препарата позволит отследить путь от завода-производителя до аптеки. С 1 октября уже эта система начала работать только на лекарственные препараты, которые применяются по 12 затратным нозологиям. И уже в эту аптеку, это государственное унитарное предприятие, поступили первые препараты. А лекарственные препараты, которые вы видите сегодня в аптеке, они будут продаваться, как и были выпущены без этого кода, до окончания срока годности. Позаботились разработчики и о покупателях, у которых нет смартфонов. Специальные сканеры будут стоять в аптеках, наподобие тех, что стоят в супермаркетах и помогают узнать цену товара и информацию о нем. Внедрение в систему маркировки планируется в 2020 году. С ней защита от поддельных лекарств вырастет в разы, но бдительность терять не надо. Во-первых, аптека, где вы покупаете лекарственные препараты, должна быть лицензированной. От идеи приобретать таблетки, капсулы или ампулы в интернете, киоске или ларьке лучше отказаться. Во-вторых, насторожить должны ошибки и опечатки в тексте на упаковке или вкладыше. Сам вкладыш не должен выглядеть как ксерокопия. В-третьих, задумайтесь о качестве лекарства, если на упаковке отсутствует информация, которая должна быть обязательно – номинование производителя, срок годности, номер серии. И, конечно, лекарства должны быть упомянуты в базе данных лекарств, одобренных Минздравом. На сегодняшний день в Ростовской области фальсифицированных подделанных препаратов уже на протяжении трех лет у нас нет. Есть недоброкачественные. Недоброкачественные – это препараты, которые могут не соответствовать нормативной документе в связи с неправильным условием хранения. Допустим, в жаркий период времени, если мазь неправильно хранили, она может расслоиться. Это будет недоброкачественно. Проигнорировать маркировку не получится. Подключиться к системе мониторинга обязаны все аптечные и медицинские организации, включая ИП, стоматологические и косметологические кабинеты. Для этого необходимо зайти на портал и пройти регистрацию. Согласно статистике, к системе мониторинга пока подключилось лишь 30% организаций Ростовской области, которые имеют лицензию на фармацевтическую и медицинскую деятельность. Если же сведения о движении лекарств не будут внесены, то аптека или медучреждения будут привлечены к административной ответственности. Штраф для юрлица – от 50 до 100 тысяч рублей. Для должностного – от 5 до 10 тысяч. Почему же сегодня такое большое внимание уделяется тому, чтобы поддельные препараты не попали на прилавки аптек? Потому что вместо лекарства вы можете найти самое безобидное – это мел, крахмал или мука. Вариант похуже – менее действенные аналоги медикамента или неправильная дозировка. И самое страшное – это когда одно лекарство заменяют другим. Например, купили от желудочных коликов, а получили слабительное. Но даже если вам не повезло и вы наткнулись на поделку, пожаловаться можно и нужно. Фальсификат – он же на то и фальсификат, что может попасть в обращение на любом этапе, когда лекарство идет от производителя к потребителям. Один вариант – когда введется маркировка, это будет программное обеспечение, сразу можно будет обратиться автоматически в правоохранительный орган. Второй вариант – когда есть подозрение, можно обратиться в аккредитованные лаборатории. Их перечень находится на сайте Росаккредитации, в том числе и в лаборатории Росздравнадзора. И третий вариант – это обратиться напрямую в территориальные органы Росздравнадзора. Но, опять же, установить, так ли это или нет, нужно будет с помощью лабораторных исследований. Гипотетически можно написать обращение к производителю, для того чтобы у них тоже есть возможность проверить, фальсификат это или нет. Акция «Бесплатный осмотр» Только сегодня и только для вас в нашем реабилитационном или диагностическом центре. За минуту проверить позвоночник или сдать анализ крови на все. От такого предложения, пожалуй, вряд ли можно отказаться. Но даже если туда вы зашли абсолютно здоровым человеком, выйти без диагноза и без кредитного договора в придачу вряд ли у вас получится. Не попасться на ловки лжемедиков помогут знания нескольких правил. Людям в форме или белых халатах старшее поколение привыкло доверять безоговорочно. А преступники научились виртуозно играть на этом доверии, разыгрывая целые представления ради наживы. Именно пенсионеры чаще всего платят за свое доверие деньгами, а порой и своим здоровьем. Тем более найти то, что болит у возрастного пациента, можно всегда. Телефонный звонок якобы от друзей или же сертификат, врученный в магазине или на улице, на бесплатную диагностику, пробную процедуру в медцентре, приманка, на которую попадаются доверчивые пациенты, не подозревая подвоха. В итоге бесплатная консультация оборачивается кредитом, а навязанные медицинские услуги в лучшем случае бесполезны, в худшем – противопоказанные. Вам бывает, что звонят с незнакомых номеров и предлагают пройти бесплатное обследование? Я плохо слышу. А вот как вы реагируете? Вы пойдете на бесплатное обследование? Ни за что. Почему? А я не верю. А потому что это надуваловка. Потому что они все равно найдут какое-нибудь темное пятнышко, а потом будут предлагать лечение за большие деньги, и мы должны занимать пенсию, отдавать и все. Никто нас не вылечит, и у каждого есть какие-то болячки, у каждого найдется какое-то затемнение там, или какой-нибудь 2 миллиметра там какая-то опухоль, они скажут, ой, это вот зарубежно. Это все трипология, это ловушка на крючок. Вы меня извините, может быть, я не к месту скажу, но бесплатно бывает только сыр в мышеловке, поэтому мы исходим из этого. Все равно потом что-то нас заставят платить. Надо обследовать, да и прочее. Но так как мы не очень-то сейчас это требуем, поэтому мы пока подождем. Это типичный развод на доверие, как сегодня это принято называть мошенниками. Причем в качестве эталона доверия выступает белый халат, и, конечно, профессиональная честь тоже заставила нас в это войти в полное мере. Схемы работы лжеврачей мало отличаются друг от друга. На наживку бесплатного осмотра попала и мама ростовчанки Анны Пивоваровой. Позвонили и говорили про здоровье, предлагали консультацию бесплатную, прийти, проверить свое здоровье. И что могут сказать пенсионеры традиционно? Давление? Конечно, давление. Сердце? Конечно, сердце. Приходите, все бесплатно. Вернулась мама с этой консультацией, с кредитом. Она пришла на бесплатную консультацию. Человек привык доверять. Она живет в этом государстве еще с тех времен, когда все было честно. И по-прежнему верит, что если люди говорят, что это медицинская организация, то она идет в медицинскую организацию и приходит туда за бесплатной услугой. Но получает, к сожалению, навязанный кредит, о котором она не проинформирована. Даже слово не звучало, что это кредитный договор. Альфа-центр здоровья оказался едва ли нережимным объектом. Попасть в него человек с улицы вряд ли сможет. Только по предварительной записи и звонку. На входе повсюду камеры, охрана, кодовые замки. Но и такая закрытость не насторожила. Ты приходишь в это заведение, на фоне которого мы с вами стоим, но его уже здесь нет. Кодовый замок. Войти можно только через камеру. Вызывает вопросы. Ты заходишь, тебе говорят, убирай телефон в сумку, выключай звук. И долгое время мы не могли даже дозвониться маме. Уже возникали всякие нехорошие мысли, потому что она обычно берет трубку, даже если где-то находится. Когда она включила телефон, она уже ехала в автобусе домой. Да и что происходило внутри, пенсионерка не сразу вспомнила. Находилась там долго, сдавала какие-то анализы, что-то посмотрели, что-то померили и подписала какие-то бумаги. Кредитный договор подсунули вместо листов консультации. Так пенсионерке бесплатное обследование обошлось в 120 тысяч рублей. О том, что случилось с мамой, Анна узнала не сразу. И как только осознали, что произошло, сразу обратились к адвокату с вопросом, что делать. Мы даже пытались сюда прийти, но его там уже не существовало. То есть они как-то очень быстро сменили свой адрес, что тоже вызвало миллион вопросов. Спасибо, что у нас такие грамотные юристы и адвокаты, потому что действительно организация ни разу не медицинская, а какие-то они там, возможно, могли оказывать услуги, информационные, консультативные, еще что-то, но с медициной это не было никак связано. К решению этой проблемы подключились активисты Общероссийского народного фронта. При поддержке адвокатов они представляли интересы в суде. Сейчас у нас идут, также помогаем именно в представлении интересов с банком, потому что именно здесь, в чем мошенничество может заключаться, в том, что предается законная форма незаконным действиям. И было важно очень доказать это в суде, поскольку, ну что, договор есть, есть, подписи стоят. Дали мелким почерком кредитный договор, который также подписала потерпевшая сторона. И очень важно было доказать, что это все мнимое, что все это нарушение информации. Вместе с представителями ОНФ семья Анны Пивоваровой обратилась в Минздрав Росздравнадзор. Было установлено отсутствие лицензии на определенные виды деятельности. Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал фирму. И по результатам сейчас части гражданских прав восстановлены интересы потерпевшей. Продолжаем работу с банком. Сейчас взысканы денежные средства с Альфа-центра. Признали, что была нарушена информация, не предоставлена информация. Договор аннулировали, взыскали деньги в пользу потерпевшей стороны, всю сумму, которую выплатили. Но сейчас же это нужно работать на исполнительном производстве, искать это лжемедицинское учреждение. Но все равно по настоящее время банк требует эти денежные средства. Поэтому здесь вот ситуация сейчас на стадии исполнительного производства. Я очень рада, что сегодня этой проблемой озаботился Народный фронт. И оказывают сегодня чисто юридическую помощь, прежде всего, этим пострадавшим пенсионерам. И проводят сегодня широкомасштабную разъяснительную работу. Потому что ничего другого здесь, к сожалению, сделать нельзя. Только за руку нужно поймать людей и только в юридической плоскости доказать, что их действие неправомерно. Специалисты рекомендуют обратить внимание на название так называемого медцентра, в которое отправляетесь. Существует мошенническая схема, когда в названии центра не указывается, что это именно медицинский центр. Мошенники могут использовать в названии слова реабилитационный, оздоровительный, а это позволяет создателям центров избежать необходимости получать лицензию на медуслуги. Сведения о лицензии на медицинскую деятельность любого центра, куда они хотят обратиться, находятся в открытом доступе. Их всегда можно найти на сайте Министерства здравоохранения регионального. И прежде чем заключать какие-то контракты и вообще общаться с людьми из коммерческой организации, которая собирается оказать оздоровительные услуги, нужно посмотреть, есть ли ее название в перечне организации, получивших лицензию на медицинскую деятельность. Если ее нет, то лучше с такими центрами не связываться вообще. Чтобы бесплатное обследование не обернулось для вас большим кредитом, советуем всем сыновьям и дочерям, внукам и внучкам провести беседу со своими родственниками, объяснить, что стоит обращаться только в проверенные медицинские учреждения. После и до процедуры не употреблять бесплатных напитков. В них могут подмешать успокаивающее или возбуждающее средство. Не стоит соглашаться на презентацию новых услуг или предложений, не идти на обследование в плохом настроении, в болезненном состоянии, с нестабильной психикой. Чаще всего документы подписываются в состоянии аффекта. Доказать навязанность очень сложно. И самое главное, не принимайте решения сразу. Даже если услуги действительно будут полезны, акция не прекратится завтра, через неделю, через час. Лучше посоветоваться с родными, переждать, подумать. И помните, если вы пришли на вводный курс или бесплатные процедуры, ваше право полностью отказаться от дальнейшего сотрудничества с медучреждением без объяснения причин. Не лишним будет и поискать сети отзывы на клинику и ее сотрудников. Каждый из таких случаев нуждается в серьезном анализе. И чем более к этому детально и тщательно мы будем подходить, тем меньше будет мошенников, которые зарабатывают на доверие людей. На сегодня это все. И помните, мы очень хотим вам помочь. Звоните по номеру телефона, указанному на экранах, рассказывайте о своих сложных жизненных ситуациях и становитесь героями наших следующих программ. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин